В Екатеринбурге с середины минувшего июля появилась новая криминальная персона, Сари Гаджев. Гангстер, известный местным азербайджанцем, торговцем с 4-й овощебазой и просто членом Диаспоры, вернулся в столицу Среднего Урала и развил активность по сбору дани в пользу своего патрона, вора в законе Надира Салифова, более известного как Лоту Гули. О переменах в криминальном ландшафте АИФ Урал рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах. Или Сила, или Дан Сари начал хозяйничать в Екатеринбурге уже в процессе многочисленных деловых встреч с предпринимателями с 4-й овощебазой. Им всем, но, главным образом, землякам, он говорил о том, что Урал должен платить. А именно платить Гули, причем больше, чем поступало ранее, когда в Екатеринбурге не было смотрящего. И что пока он, Сари, разговаривает по-хорошему, но тон может измениться. Насилия пока не было, но все идет к тому, что с кого-то налог будут брать силой, рассказывает собеседник издания. За две недели пребывания в Екатеринбурге Гаджев обошел не только крупных азербайджанских бизнесменов на 4-й овощебазе, но и совершил визит в торговый дом железнодорожный. Еще год назад это было Екатеринбургское муниципальное предприятие, сейчас это ООО с полным муниципальным участием. Формально, это предприятие является частью упомянутой базы, поскольку, как минимум, имеет тот же профиль. Интересно другое, этот актив в свое время создавался экс-вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым для частичного контроля над потоками базы, который де-факто владел. В нынешней конфигурации, ООО возглавляет бессменный директор Евгений Кравченко, помнящий, в том числе, времена Контеева. Отсылками к прошлому и воспользовался Сари, намекнувший, что лучше работать с ним, чем повторится история с середины двухтысячных. Тогда у Кравченко внезапно сгорел большой загородный коттедж, рассказывает собеседник. Это, по его словам, случилось после конфликта с Евгением Глазарином, более известного по прозвищу Глаза являвшегося Решалой, ликвидатором из криминальной свиты Контеева. Оба, надо сказать, сейчас отбывают большие сроки. Разборки на сибирском тракте ситуации с поборами в пользу законника Лоту Гули пока не определена. Делать отчисление в общак, находящийся в Турции или ОАЭ, по разным версиям Салифа вскрывается в этих странах, торговцы желанием не горят. Кто-то готов платить из престижа, как это делалось во времена Ровшина Ленкаранского, убит в Турции три года назад, кто-то, не готов. Однако, так или иначе, но фактор дестабилизации приехавший на Урал смотрящий внес. Сари Гаджиев фигура в Свердловской области достаточно известная. Он является родственником, по имеющимся данным, двоюродным братом, Икрама Гаджиева, который был застрелен в 2011 году на улице Сулимова. Будучи смотрящим отжившего тогда в Екатеринбурге лора в законе Тимура Свердловского, Икрам не пережил полевое ранение в голову. Пытаясь отомстить за родню, царь устроил разборки со стрельбой в кафе-караван, что на сибирском тракте. Пострадавшими от наезда тогда оказался владелец заведения Азиз, который обратился в отдел по борьбе с организованной преступностью областного главка МВД. Там в ситуацию вмешались на удивление быстро, и разговор с Гаджиевым, якобы, состоялся лично с тогдашним начальником Абоп Константином Стругановым. Последний дал несколько часов, в течение которых Сари скрылся и не появлялся на Урале несколько лет. Положение Сари Гаджиева в Екатеринбурге сейчас пока нестабильно, говорит источник. Влияние гангстера велико, но действует закон, наказывающий только за принадлежность к высшему эшелону воровской власти. С одной стороны, Сари Гаджиев приехал пусть не от Гуля, а от его брата Намика Салифова, с другой, рискует активно пополнять воровской общак. И здесь как нельзя остро встает вопрос активной позиции главы азербайджанской диаспоры Шехлинский, говорит собеседник из числа азербайджанцев, торующих на четвертой овощей базе. Он вспоминает недавно убитого главу киргизской диаспоры Камч Ибека Каримова, активно защищавшего своих земляков, и удивляется пассивности руководства их диаспоры. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.